Привет! Как дела? Сегодня я начинаю рассказывать про выставки, которые проходят в Лондоне, в Источном Центре Олимпия и Эксель, где мне удалось побывать, что я видела. И сегодня рассказ про The European Pizza and Pasta Show, то есть про шоу пиццы и макарон. Как видите, я нарядилась сегодня в цвета пиццы. Ну так, чтобы соответствовать образу этого шоу, шоу абсолютно новое. Оно появилось в 2016 году в выставочном центре Олимпия. И в первый год открытия этого шоу мы пошли туда с подругой. Там было представлено буквально несколько стендов, ну может быть около 50 фирм, производителей пиццы, а также оборудование для ресторанов, для пиццешопов и другие предметы и ингредиенты для производства пиццы были представлены на этом шоу. Так как это европейское шоу, то туда приехали компании из разных стран Евросоюза. Ну, в основном, конечно же, это итальянцы, потому что это самые главные производители пиццы. Еще раз уточню, что это трейд-выставка, и на своем канале я рассказываю про бизнес-выставки, которые проходят в Лондоне. Что такое трейд-выставка? Это бизнесмены с разных концов мира приезжают, чтобы поделиться с такими же бизнесменами из других стран своим опытом, своими знаниями, своей культурой. Ну, а так как я была репортером, мне, конечно же, было задание снять репортаж про первую выставку пиццы в Лондоне. Конечно же, на всех таких выставках людям дают попробовать свои произведения искусства, свою продукцию, и мы с подругой любим пробовать все новое и интересное. Вот почему я не худенькая. Конечно, я очень много пробовала, потому что фуд-выставок, то есть выставок еды в Лондоне достаточно много, около 10 в год проходит. Ну и помимо этого море других выставок, про которые я вам уже рассказывала, допустим, про ювелирную выставку, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, и про другие, которые еще буду рассказывать. Там можно очень много всего узнать нового, что-то попробовать, какая-то косметика, какие-то массажи. В общем, обо всем, об этом по порядку. Сегодня пицца. А помните, я рассказывала вам, как один шеф-повар в каком-то кафе или ресторане в Харатс готовил пиццу и пел оперу. Это шоу для меня было просто вишенкой на торте. Вот, пожалуйста, смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok В 2016 году, так как было небольшое количество участников этой выставки, ну, так как шоу все еще зарождалось. Туда, помимо пиццы, привезли различную другую продукцию, тортики, мороженое. И мы все это ходили и пробовали. И нам прямо горами накладывали, так как мы уже пришли под конец, под закрытие выставки. Даже говорили, заберите домой, возьмите вот этот торт, вот этот торт. И мы все так вместе сложили. И сумочки нам там выдают, еще такие сумочки. Ну, гуди-бэк я бы не сказала, там просто сумка была и ручка. Кстати, ручка очень классная, такая тонко-тонко пишущая. Я их побольше набрала. И прямо кайфовала, когда писала этими ручками. И вот мы в эти сумки начали складывать. А тары-то у нас не было, чтобы это все не помялось между собой. И нам еще много мороженого дали. Прямо буквально, я не знаю, штук 10 разных мороженых. И они не в упаковках, а вот прямо таяли на ходу. Так как я жила недалеко, я смогла это донести до Эрспорта. Ну, минут 15 мне надо было пешком топать. И все это быстро запульнуло в холодильник и в морозилку. А подруга-то жила на Восьминстере. И говорит, я когда пришла домой, у меня из пакета все уже просто текло этим мороженым. Было, конечно, очень обидно ей. Ну, а я потихонечку в течение двух недель ела еще это мороженое. И, естественно, вот эти вот кусочки пиццы, которые нам вручили, всучили. И кусочки различных тортиков. Вот показываю вам на картинке, как это все выглядело. Целый ассортимент различных тортов я запульнула в коробочку от пиццы. Нам дали вот такую коробку, чтобы мы смогли хотя бы куда-то положить эти кусочки. Конечно, это не очень приглядно выглядит, но было очень вкусно. Очень вкусные тортики были. Ну, вот такая вот была у меня халявная жизнь, если это можно так сказать. Вот так вот я питалась периодически на выставках. И, кстати, на самой выставке тоже давали огромное количество различной пиццы попробовать. И мы подходили, там у одних попробовали, у других попробовали. И между собой делились мнением. У кого-то была очень вкусная, горячая, хрустящая, прямо море сыра текло по усам, можно так сказать. Очень вкусная. А у кого-то просто уже, ну, видимо, потому что остыла, как резина. И, знаете, прожевать даже невозможно. Иногда просто выплевываешь и выкидываешь. Но вот первая выставка запомнилась именно тем, что мы тащили до дому целых два мешка различной продукции. И потом с подругой переписывались и говорили, вот этот вот тортик был вкусный. А вот эта пицца не очень. Я тогда снимала только фоторепортаж и на видео я сняла только печи, которые мне очень понравились, где выпекали вот эту пиццу. Кстати, мне нравится пицца с тонким тестом, очень хорошо прожаренной, именно из печи. Я не знаю, пробовал ли кто-нибудь из вас такую пиццу, но она прямо очень хрустящая, тонкая. И если туда накидать море ингредиентов, будет... Ну, а еще раз мне удалось побывать на этом шоу в 2018. Так как шоу проходит в ноябре, кстати, в этом году оно прошло почему-то в октябре, мне не удалось попасть туда в 2017, потому что моя виза закончилась в конце октября, и я уехала домой. А в 2018 я вернулась учиться на MBA, и мы опять же таки с подругой собрались и потопали на эту выставку. В этот раз на выставке было представлено огромное количество фирм. Видимо, уже многие знали про это шоу и зарегистрировались в качестве участников. И мы ходили по каждому стенту, пробовали каждую пиццу. Там еще и паста, естественно, так как шоу называется «Пицца и паста», там еще огромное количество пасты появилось. Паста – это вермишель, макароны и вот все, что с этим связано, с мучным производством. И там прямо тебе показывали, как они готовят эту пасту, что они там накручивают, как они варят. И можно было подождать, пока сварится очередная порция, и попробовать эту пасту. Подруга подождала, а я пошла есть пиццу-пасту. Вермишель я как-то не очень люблю, хотя англичане очень любят вермишель, видимо, поэтому это шоу стало популярным среди англичан. В этот раз я уже снимала много видео, и как они готовят эту пиццу, и как замешивают тесто, и как они его раскладывают на противень, как они заправляют в печь. Все было мне так интересно. Ну, как бы, наверное, это уже больше с профессиональной точки зрения увидеть профессию через призму камеры. И преподнести это не только в новости, но и как частички документального фильма, можно так сказать. Так как я очень люблю снимать документальные фильмы, какие-то информативные зарисовки, и показывать это людям. То есть вам, мои дорогие подписчики. И вот так вот, однажды, проходя мимо очередного стенда с пиццей, мы смотрим, мужчина-повар достал пиццу, она у него немножечко пригорела. Он ее вот так вот снял и закинул в мусорку. Мы такие ему кричим, вы что, лучше бы нам отдали. Он говорит, сейчас я вам еще одну сделаю. То есть абсолютно без проблем. Вот так вот, конечно, очень жалко тратиться продукты. И да, вот я говорила, что нам в 2016 году досталось какое-то количество остатков пиццы, тортов, мороженого. И в 2018 тоже мы пришли уже под закрытие. И они, чтобы не выкидывать, все раздавали людям. Некоторые, конечно, выкидывают, потому что говорят, сори, этот тортик стоит уже три дня. Мы не хотим, чтобы вы отравились, поэтому мы его выкинем. Ну, вот такие вот бывают случаи. Ну, конечно, очень жалко и обидно смотреть, как такая вкуснятина просто улетает в мусорку. Вот, поэтому, если кого-то интересует или кто-то занимается бизнесом пиццы или пасты, можете зарегистрироваться на эту выставку и в следующем году приехать в Лондон, чтобы поучаствовать в ней, обменяться опытом с другими производителями пиццы. Ну, а кто живет в Лондоне или кто будет в Лондоне в ноябре, может быть, в октябре сейчас, скорее всего, перенесли на октябрь это шоу, следите за информацией на официальном сайте Олимпия Лондон. И кто-то, может быть, просто захочет попробовать, посмотреть, как проходит это шоу. Пожалуйста, welcome, приходите как на это, так и на другие шоу, про которые я рассказываю. Какие-то платные, какие-то бесплатные. Все можете узнавать на сайтах, выставочных центрах Олимпия и Excel. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»